Вакцинация спутником ВИИ не влияет на репродуктивную систему мужчин и женщин. К такому выводу пришли медики из Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова. Несмотря на то, что ранее не было никаких доказательств о негативном влиянии прививки на будущее потомство, многие стали опасаться планирования беременности. Можно ли будущим родителям выдохнуть с облегчением, расскажет эксперт Казанского федерального университета. Вакцинация спустя 90 дней после введения первого компонента вакцины. Изучали такие аспекты, как уровни гормонов, активность половых клеток у мужчин и женщин. В результате не было обнаружено негативных последствий в обоих случаях. Исследование проведено институтом Кулакова, это институт акушерства, гинекологии и перинатологии, который является главным учреждением, определяющим политику вообще акушерства и гинекологии у нас в Российской Федерации. Это абсолютно правильное исследование, которое проведено на высоком уровне. По словам Марии Железовой, вакцинация станет надежным помощником при планировании беременности. Как минимум, это защитит женщину от тяжелых последствий. У больных коронавирусом беременных в 4 раза чаще начинаются преждевременные роды. И почти в 30 раз чаще они попадают в больницы с тяжелыми осложнениями. При планировании детей не менее важной является вакцинация и для мужчин. Те результаты, которые получили не только в России, эти исследования ведутся по всему миру. Они говорят о том, что на репродуктивную функцию вакцинация не влияет. А вот перенесенный ковид, к сожалению, влияет на активность сперматозоидов у мужчин. Нельзя сейчас говорить, что проводят к полному бесплодию, но репродуктивные возможности у мужчин снижаются. Что касается вакцинации уже беременных женщин, то вакцинироваться можно лишь только после 22 недели. Особенно это рекомендуется тем, кто входит в группу риска. Это женщины, у которых есть болезни почек, ожирение, неблагоприятные для беременности возраст и другие. Однако отметим, что полный список рекомендаций и противопоказаний можно получить лишь у врача в женской консультации. Диана Желенкова, Универньюс.